Друзья, я всех приветствую на своем канале. Ну что, вот и долгожданный обзор моей новой камеры, которую я себе приобрел. И видео можно назвать так. Актуальна ли камера Sony AS50V в 2024 году? Для тех, кто на моем канале давно, тот знает, что я все свои видео снимал на экшн-камеру Xiaomi Y. У меня их было аж две штуки, но в один прекрасный момент мне эта камера надоела, и я решил ее продать. Во-первых, она очень долго включалась. В последнее время она могла просто-напросто отключиться, и все. И ты вроде бы ее зарядил, взял с собой, куда-то пошел, хочешь что-то снять, бац, а она не снимает ничего, потому что она в какой-то момент отключилась. Что-то было то ли с аккумулятором, то ли что, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, могла просто нормально снимать. Вот. И я решил ее продать, и думаю, что же себе взять. Что взять в бюджетном сегменте где-то, ну, до, ну, так скажем, до 8 тысяч рублей. Ну, даже, наверное, не до 8, а я рассматривал где-то до 5 тысяч рублей, так как с YouTube мы ничего не получаем, поэтому особо слишком дорогую камеру покупать я не могу. И вот у меня выбор был где-то на несколько моделей. Это модели экшн-камеры DIGMA, но отпало сразу, потому что мне сказали, что это экшн-камеры, это переделанные регистраторы. И плюс я посмотрел обзоры на эти камеры и понял, что, ну, особо они не очень хорошо снимают, и стабилизации там никакой, и звук плохой. В общем, стал рассматривать камеры GoPro Hero, Hero 3, Hero 4 и Hero Session 5 и 4. Они очень дорогие. Где-то примерно за 5-7 тысяч можно купить GoPro Hero 3-4, но у них качество уже тоже так себе, и плюс там нет никакой стабилизации. CJ-кам и прочее я тоже не рассматривал, а из Xiaomi, у меня была Xiaomi Y4K, там дисплей, и дисплей очень быстро сжирает батарею, и надолго этой камеры не хватает. И я решил присмотреть себе камеру Sony, но камеры Sony тоже дорогие, несмотря на то, что вот этой камере 10 лет, ну, вернее, эти камеры начали выпускать 10 лет назад, то они до сих пор сейчас в цене, и они достаточно дорогие. Вот эта камера сейчас где-то стоит в среднем около 8 тысяч рублей. И я посмотрел обзоры, но я хотел купить себе экшн-камеру Sony AS30V, у меня напротив в доме продаёт мужчина. Камера, кстати, до сих пор продаётся, и он хочет за неё 6 тысяч рублей, но мне предложил сделать скидку, и за 4 500 сказал, что я тебя дам с аквабоксом и со всеми делами. Я уже, бывало, хотел её купить, но потом думаю, посмотрю, повыбираю, что ещё есть, и вот на просторах интернета, на Havito, как я называю, кто не понял, Havito, значит, вылезла вот эта камера по очень дешёвой цене, я не буду говорить, какая цена, но цена даже ниже рыночной. Первое, что я сделал, я сразу написал продавцу, а реальная ли эта цена, он сказал, да, я говорю, а что с камерой? Ничего, камера работает, всё хорошо. Почему так дёшево продаёт? Просто потому, что он военно обязанный, и я так понимаю, что скоро его забирают, и ему нужно срочно её продать. Живёт он в военном городке, и возможности отправить её нету, и, соответственно, ждать, что кто-то приедет за 5-8 тысяч её покупать, тоже как бы особо нет. В итоге я договорился с ним, когда можно приехать забрать, и, соответственно, поехал в посёлок Каменку, это военный городок. Да, пришлось потратить деньги на билеты на автобус, но с учётом даже билетов, камера всё равно обошлась в очень хорошую сумму, это просто подарок, и вот, соответственно, я её и приобрёл. В комплекте была только самая камера, зарядные устройства, и, соответственно, внутри там ещё карточка памяти на 16 гигабайт. Больше ничего нет, на мне и не надо. Скажу сразу, что аксессуары на них найти очень сложно, и они очень дорогие. Ну, в принципе, сейчас можно купить Аквабокс, но он стоит где-то 2-3 тысячи рублей, а кто-то и дороже продаёт. Но мне он не нужен, я под воду с ней погружаться не буду. Также ещё можно купить сюда такой корпус. Он получается, как... Помните, раньше были видеокамеры? Здесь вот так открывается дисплей, здесь всё показывают. Я хотел было себе такой купить, но он очень быстро сжирает батарею, и мне, в принципе, не нужно. Так, ну что, давайте теперь к самой камере. Вот такая вот камера. Почему я её приобрёл? Во-первых, 50-ка, она спокойно стоит на... Вот так. То есть её можно спокойно поставить на стол. В 30-ке, насколько я смотрел видеообзоры, там, по-моему, её поставить нельзя, потому что здесь она полукруглая, и она падает. Для неё нужно, необходимо, покупать какой-то корпус и ставить ещё дополнительно держатель. Здесь же ничего не нужно. Здесь уже есть разъём вот под держатель, то есть под треногу. Вот у меня есть вот такая вот треножка. Давайте мы сейчас с вами её вот так вот закрутим. Вот она закручивается, смотрите, да, вот так вот. Мы её закрутили. Всё. И камеру можно... Сейчас мы её поставим. И вот, смотрите, камера у нас спокойно стоит на своём месте. В 30-ке такого нет. И, по-моему, в 20-ке, в 15-ке тоже. Ну, они особо там ничем не отличаются, за исключением того, что там здесь, по-моему, есть, в отличие от 30-ки, здесь есть SteadyShot и что-то ещё, по-моему. Вот. Поэтому дополнительно покупать здесь ничего я больше не буду. Никаких чехлов, ничего, до их особо и не найти. И стоят они очень дорого. Мне достаточно вот этого. Значит, почему именно эту камеру я выбрал? Во-первых, здесь нет никаких дисплеев, кроме вот этого. Естественно, батарею жрать не будет. Во-вторых, она быстро включается. И, в-третьих, её можно снимать, использовать в качестве подскрытой съёмки. То есть, где-то что-то надо подснять. Вот так в руку взял, держишь и, соответственно, можешь снимать. Теперь давайте по меню. Включается она вот этой кнопочкой. То есть, вы нажали. Всё. Видите? Она включилась. Она у меня сейчас стоит в режиме видео. Вот здесь показывает, сколько у меня осталось времени, чтобы снять. У меня карта памяти на 16 гигабайт. И, соответственно, я могу записать 4 часа 16 минут видео. Зарядка полная. У меня включен Wi-Fi. Видео у меня в режиме MPEG-4. Также у меня ещё значок подключения к телефону по Wi-Fi либо Bluetooth. И, соответственно, здесь ещё у меня различные подключены услуги. Давайте посмотрим. Сначала я покажу здесь, но, чтобы более понятно было, потом покажу на телефоне. Значит, меню. Вот так мы нажимаем. Здесь у нас кнопочка меню. И, соответственно, верхней кнопкой мы выбираем. Вот. Пошло. Первое – это режим видео. Второе – это режим фото. Третье – это, к сожалению, я пока ещё точно не знаю, что это такое. Я особо не разобрался. Но это, по-моему, что-то там… Какой-то таймер. Сколько по времени нужно будет… А давайте мы сейчас посмотрим. Ой, нет, ребята. Честно сказать, я не знаю, что это такое. 2727961. Честно сказать, я не знаю, что это такое. Не разобрался ещё. И вот какой-то режим Live. Что такое режим Live? А, это режим… Вот его можно выключить, а можно… А, это режим, наверное, какой-то съёмки. Не знаю, короче, мне это не нужно. Значит, следующее. Что у нас ещё есть в меню? Значит, дальше. Здесь смотрим. Здесь у нас первое – Off. Это режим полёта. То есть, если где-то вы едете, там, в самолёте, вы можете его отключить. Далее. Второе – это Wi-Fi. Подключение по Wi-Fi. Он может запросить у вас непосредственно пароль. Но это мы попозже об этом поговорим. Далее. Это у нас GPS. Bluetooth. GPS. Значит, вот это GPS. Это Bluetooth. Это у нас часы. Насколько я понимаю. И это формат… Можем форматировать карточку памяти. Вот ок, либо нет. Но мы этого делать не будем. Значит, далее. Что ещё? Следующее. Здесь Live. Здесь мы можем включить, либо выключить. Вот смотрите. Первое – это SteadyShot. SteadyShot – это стабилизация. Скажу сразу, что у других, кто делал обзоры, они сказали, что SteadyShot от него толку никакого. То есть, практически стабилизации здесь нет. И плюс SteadyShot вырезает непосредственно, срезает углы видео. Я снял, я что-то не заметил. Не знаю. Вот можно включить, можно выключить. Значит, далее. Что ещё? Вот это, честно сказать, я не знаю, что это такое. Он включен. У меня это… Не знаю, что это такое. Ну, включено бы оно, да и включено. Значит, это у нас… Что такое? Я тоже не знаю. Это какая-то приближение, увеличение. Ну, тут половина функций, которые, в принципе, не нужны. Я смотрел тут недавно одного блогера. Он тоже говорил, что, к сожалению, он не знает, что это такое. Дальше. Здесь у нас вот какие-то непонятные менюшки. Здесь, к сожалению, у меня нету никакой инструкции. Поэтому мне, конечно, непонятно. Вот, допустим, вот это вот. Что это такое, да? Off. Ну, здесь что-то такое. А! Вот это, значит, смотрите, что это. On, Off – это перевёртыш. То есть, если мы нажимаем On, как у меня изначально было включено, то если мы вот таким образом перевернём камеру, то она будет снимать в режиме… Ну, то есть, перевернётся. Если мы её отключим, как у нас, то мы будем только снимать вот так. Если мы вот так перевернём, видео у нас будет в перевёрнутом виде. Вот, то есть, мы когда её включаем, мы можем снимать вот так. Кто-то снимает вот так, кто-то, а кто-то вот так. Вот. Поэтому вот этой кнопочкой мы можем это переключить. Так, значит, дальше поехали. Дальше поехали. Значит, вот. Вот это вот у меня выключено. То есть, перевёртыш экрана. Дальше что здесь? Вот это углы обзора здесь можно настроить. Так, и что ещё? И вот ещё какой-то… А, это вот у нас… Здесь мы можем выбрать режим либо съёмка live, либо вот это вот, где рыбка, это съёмка под водой. Режим съёмки. В принципе, в принципе, всё. Больше здесь чего нет. Значит, как она включается? Значит, я уже показывал. Здесь сверху нажимаете кнопочку. Вот у вас здесь показано, да, что сколько у вас времени. Вот это вот горит значок стегишот. Это значок блютуз. Дальше мы нажимаем просто вот на эту кнопку, и у вас пошла запись. Здесь будет идти таймер. И вот здесь у меня… А, вот, кстати, где-то здесь в меню, вот, по-моему, в настройках камеры… Сейчас я вам покажу где-то вот… То ли… Нет, не здесь. Где-то есть сейчас я вам всё-таки пока… Нет, это формат. А где же это было? А, вот, смотрите. Это, значит, вот это звук. Можем включить, можем выключить. Это USB. Это тоже мелодия. То есть, когда мы можем включить, он будет пищать. Вот это что такое, я не знаю, к сожалению. Что это такое? Ну, вот тут, видите, мне не… А, вот, я вышел уже отсюда. Сейчас ещё раз. Так, я первый раз вообще это… Второй раз делаю, поэтому… Значит, вот это вот мы всё… Ну, это музыка, это всё нам не надо. А вот это вот, смотрите. Это количество индикаторов. У меня включен только вот этот индикатор, чтобы я видел, когда идёт запись. Вот это все будут гореть индикаторы. А если вы на эту кнопку нажмёте, то у вас индикаторы будут все выключены. Я решил оставить себе вот один индикатор, чтобы было понятно, что съёмка идёт. И вот это у нас какой-то тоже режим. Я не знаю, вот тут какой-то что-то… А, это режим записи. То есть, мы можем снимать… Вернее, нажимать запись с телефона. Я уже это запредил его с телефоном. И мы, соответственно, можем с телефона включить. Значит, смотрите. Включили. Он быстро включает. Вот, смотрите, я нажал, он выключился. Я нажал. Так, сейчас ещё раз. Сейчас. Так. Когда сразу выключаешь, сразу выключаешь, не всегда реагирует. Вот он тут уже включился, кнопочку нажали, запись пошла. Сняли. Опять нажали, всё, выключилось. И, соответственно, опять нажали, выключилось. Значит, что здесь у нас? Вот так, вниз немножко потянув. Здесь мы видим, аккуратно нужно всё делать. Вот, здесь у нас батарея Sony оригинал. Так, фокус, фокус. Куда у нас делся фокус? Фокус, 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 фокус. Сейчас, ребята, будем настраивать фокус. О! Значит, здесь у нас батарея. И здесь вот есть, соответственно, вот этот штрих-код. Вот этот, да? Я вам позже расскажу. А, вот здесь есть, кстати, пароль для этой камеры. Вот я, оказывается. Я думаю, где же взять пароль? Вот он, ребята. Если что, вот здесь указан пароль. Когда будете подключаться к телефону через Wi-Fi, у вас попросят пароль. Пароль, вот он, оказывается. Так, делать надо всё предельно аккуратно, потому что здесь всё такое хлюпенькое. И вот, видите? Блин, как же я её так сразу же закрывал. Сейчас, ребята, я попробую ещё раз. Мне очень удобно сейчас. Так, вот. Вот так она закрылась. И наверх. Опанька. Всё, и здесь закрылась. Так, здесь у нас, значит, тоже аккуратно всё делаем. Чтобы ничего не сломать. Здесь у нас непосредственно, что мы видим? А здесь у нас непосредственно зарядка. USB и, по-моему, ещё... А, нет, здесь больше ничего нет. Здесь только USB. В старых версиях, по-моему, ещё есть подключение к HDMI. Здесь его почему-то нет. А может быть, оно находится в другом месте. Давайте ещё снизу посмотрим. Здесь у нас слот для карточки памяти должен быть. Сейчас мы откроем, посмотрим. Тоже надо делать всё предельно аккуратно. Да, вот здесь, видите? Карточка памяти находится. Карточка памяти находится. И, по-моему, вот как раз-таки разъём под HDMI. Вот здесь вот маленький. Или нет? Это нет. Значит, здесь его нет. Ну да, ладно. Карточка памяти здесь установлена. Всё. Теперь я вам покажу, как её сопредить с телефоном. Убираем её в сторону. Берём телефон. И в телефоне вам в Play Market нужно, соответственно, скачать вот такое вот приложение. Оно будет самое первое. Называется оно Imaging Edge. Значит, вы просто нажимаете в Play Market приложение для экшн-камеры Sony AS50. И первое, что будет, это вот это приложение. Здесь, когда вы его установите, у вас запросят все подтвердить политику конфиденциальности. В общем, всё-всё-всё-всё-всё подключаете. Всё. Со всем соглашаетесь. И дальше он вас попросит сопредить вот эту камеру с телефоном. Значит, вы можете её сопредить через Wi-Fi. То есть, включаете у себя Wi-Fi. Он сразу находит эту камеру, но при подключении он может попросить у вас пароль. И я долго сидел и думал, где же этот пароль. А пароль, оказывается, вот здесь на крышечке написан. Имейте это в виду. Или же, можете, он попросит вас сканировать код. И вы уже вот этот код, которым я показывал, на крышечке. Вы подводите просто телефон к этому коду. И он, соответственно, с ним сопредится. Нужно подождать какое-то время. Можно ещё его сопредить через NFC. Но через NFC у меня не получилось. То есть, нужно вот эту камеру приложить к телефону. Но у меня почему-то не получилось. Не знаю, может у кого-то получилось. Но у меня нет, через NFC нет. И вот смотрите, что здесь есть. Когда мы уже зашли. Вот мы можем сделать дистанционное включение камеры через телефон. Здесь у нас будут находиться все видео и фото. Фото я не пробовал. Мне это не надо. Я не собираюсь на него ничего фотографировать. Мне нужна это чисто как камера. Здесь будут находиться все ваши фото и видео. И вы можете их скопировать к себе на телефон. Но учтите, что копировать будет очень долго. Если у вас видео по 10-20 и по часу, то проще просто достать карточку памяти и поставить себе в телефон. Так будет проще и быстрее, нежели чем ждать пока. Вот у меня несколько видео. Где-то минут 5, наверное, оно перекидывало к себе на телефон. И здесь уже, соответственно, дальше вы нажимаете в различные модели. Выбираете, какая у вас модель. Ну вот мы, допустим, давайте запустим запуск нашей экшн-камеры. Для начала ее нужно включить. Вот мы ее включили. И сейчас ждем, пока он запустится. Нужно подождать некоторое время, потому что он должен с нею сопредиться по либо Bluetooth, либо Wi-Fi. Сейчас подождем, как включится, и мы дальше продолжим. Так, ну что, ребята, спустя несколько минут у меня получилось. Оказывается, у меня был включен режим Live. Что это такое, я не знаю. Поэтому он не синхронизировался с телефоном. Включил режим видеосъемки и все, включилось. Вот смотрите, вот так вот видится наше приложение. Вот камера, да. И вот здесь мы видим, что камера показывает съемку. Здесь у нас кнопочка меню. Мы на нее нажимаем. Вот кнопочка меню. И здесь вы выбираете все, что вам нужно. Вот, это проще, чем на самой камере. Вот здесь, видите, режим записи, формат видеосъемки, стабилизация. Включить-выключить. Запись звука. Уменьшение шума ветра. Съемка с вертикальным переворотом. Настройка питания по Bluetooth. Настройка лампы. Загорается то, что я вам говорил. Переключение. Вот у нас снимает в режиме PAL. Можно еще NTSK включить. Время начала энергии сбережения 60 секунд. Форматировать карту. Информация о камере. Настройки управления многоканальной съемкой. Настройки смартфона. Сетка. В общем, тут, вот видите, тут все гораздо проще. Вы просто нажимаете и выбираете, надо вам это или нет. Нежели чем на камере. И, соответственно, так же вышли. Здесь вы можете через телефон, допустим, у вас где-то камера стоит, и вы видите, что вы, соответственно, снимаете. Единственное, что я хотел бы посмотреть, что такое V и T. А, это можно приблизить, а можно уменьшить. Можно приблизить, можно уменьшить. Соответственно, у меня записи 256 минут. Вот сюда мы нажимаем, пошла съемка. Опять же, ее зажали, съемка прекратилась. Вот еще что хотел показать вот здесь по меню. Сейчас, ребята, опять куда-то делся фокус. Сейчас фокус снимаю на телефон, поэтому... Вот, так вот появляется приложение, когда мы снимаем. То есть, вот здесь указано режим съемки. И вот что я еще хотел показать по меню. Сейчас скажу, по какому. По вот... Нет, вот сейчас не по этому. А, вот здесь, видите, у меня был включен режим Live. Что это такое, честно сказать, я не знаю. Мне вот достаточно режима видео. А вот здесь я еще хотел вам показать, что здесь еще есть. Не все мы посмотрели с вами. Мы дошли только вот до этого. А дальше, смотрите, что еще здесь есть. Автоотключение. Либо на 60 секунд, либо на 20, либо вообще выключить сам дисплей. Значит, далее режим. У нас режим PAL. Можно переключить на NTSK. Дальше. Здесь у нас есть дата и время. Она будет отображаться на видео. Но нам это не надо. Дальше. Это уже, соответственно, здесь это местоположение. Как бы, вот видите, тут можно... Как бы GPS, в общем, короче говоря. И здесь мы, соответственно, выбираем, включить нам дату в видео или нет. И вот это уже, я не знаю, что это такое. Это VR какой-то, что это такое, не знаю. Верификация, может быть, или что-то. В общем, самое основное. Значок Wi-Fi, значок Bluetooth. Bluetooth, MP4 съёмка, соответственно. Здесь у нас включен режим стабилизации. Вот. Ну, я его потом, наверное, отключу. Здесь у нас время, сколько осталось снимать. И здесь уже значок видео. Подключение к телефону. Ну, и, в принципе, по идее, вам больше ничего не надо. Ну, а примеры, как снимает эта камера, я вам покажу в конце этого ролика. Когда я её купил, я решил поснимать. И вот вам покажу, как она снимает, соответственно, в тёмное время суток, в транспорте я там снимал, и как она по звуку. И вы уже для себя будете определять, покупать вам её или нет. Но я скажу, что в ценовом сегменте, если вы найдёте её тысяч за пять, а может даже и меньше, то рекомендую брать, потому что среди её конкурентов, таких, как даже GoPro Hero 3, либо 4, либо, допустим, даже к Xiaomi, я уже не говорю про... Ну, там ещё может поконкурировать с CJ Cam S400, но тоже не факт, что там у нас ещё, какие у нас ещё есть камеры. Ну, вот GoPro самый такой её конкурент. Ну, если выбирать между GoPro и вот этой, GoPro Hero 3 и вот этой, я бы вам рекомендовал взять вот эту. И снимать удобно, и надолго хватает заряда, максимум где-то, по-моему, часа на 4. Ну, это вряд ли. Я думаю, что часа два как минимум, а если в прерывных съёмках, то на полтора... Вернее, с прерывными съёмками часа на два, если полностью снимать одним видео, то где-то на час-полтора хватит. Снимать можно вот так, очень удобно в руках, и здесь можно поставить треножку. Ну, в общем, короче, всё, что угодно можно. Так что вот, видео, как она снимает, покажу вот в конце ролика. Ну, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто хочет такую камеру, пишите. У кого есть такая камера, пишите, как она вам. И вообще, напишите, взяли бы вы такую себе камеру или нет в 2024 году. Ну, конечно, сейчас популярные блогеры снимают на такую Соньку X3000 белую, но она очень дорогая, поэтому нам, блогерам таким, которые с Ютуба ничего не имеют, нам по бюджету вот такая вот камера. Всё, всем спасибо за обзор, за просмотр, вернее, обзора. И всем пока-пока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, съемка в вечернее время. Вот, в вечернее время. Я не знаю, как там будет погнику слышно, как что будет видно. Вечером я первый раз вот снимаю, поэтому не знаю, как будет видно. Сейчас попробуем вот так перевернуть, что будет. Она автоматически перевернётся или нет? Единственное, что вот в перчатках, в таких, держать неудобно. Того глядя, она очень скользкая и может выпасть из рук. Поэтому лучше иметь, соответственно, либо держатель, ну, как треногу вот эту, треножку такую. Вот. Или, соответственно, иметь стабилизатор. Вот, кстати, стейдишот здесь практически свои функции не выполняет и плюс ещё обрезает видео, да, я уже говорил. И, соответственно, лучше использовать стабилизатор, а он как раз с такой ручкой и будет удобно. Вот как-то так. Сейчас ещё в магазине зайдём, посмотрим, как цены снимаете. Посмотрите, по ценникам, как будет видно обзоры на продукты. Как будет слышно, как будет видно, что там показывают, что нет. Посмотрите, различные цены. Если что видно, то видно. Так, вот я иду вечером и несу вот так вот, допустим, в руке камеру. Да? Если вот так вот закрыть, не закрывая непосредственно микрофоны, то вполне можно что-то даже подснять, если стоять, к примеру. Вот я сейчас иду, наговариваю, чтобы звук было слышно. И заодно мы посмотрим, как будет стабилизация. Но SteadyShot мы отключили, поэтому, скорее всего, стабилизации здесь не будет. Ну, или совсем никакой, или чуть-чуть. В общем, всё, мы это на видео посмотрим. Пока, ребята, вот так вот. Вот мы идём и снимаем. Вот я специально здесь поснимаю немножко. Что тут, как тут. Вот. Как будет передавать света. Но в руках держать её удобно. И заодно вот по микрофону, как будет слышно. Можно вот так. Существует очень много, очень много всяких креплений для него. И на голову можно надеть, и на грудь нацепить. Но они очень дорогие. И их ещё надо пойти найти. Потому что в МВидео и Вальдорадо их таких уже больше не продают. Но всё равно, вот так вот несёшь, всё равно маломальски пальцем ты прикрываешь динамики. Поэтому всё это потом будем смотреть, как это работает. И она, кстати, лежа в сумке, у меня как-то самопроизвольно включилась. Вот мне очень интересно, как это произошло. Может быть, я забыл её выключить, и кнопочка нажалась. Такое тоже может быть. Но здесь есть, по-моему, блокировка. То есть, чтобы самопроизвольно не включалось. Это надо будет найти в настройках. Так что вот как-то так, ребята. Так, ну вот, включена съёмка SteadyShot. Но, кстати, по подключению SteadyShot я хочу сказать, что я особо не вижу, чтобы углы как-то были срезаны. Я посмотрю сравнение с обычным видео без SteadyShot. Потому что при включении SteadyShot стабилизации, как бы, углы обзора вырезаны. Ну, не знаю. Мне, по крайней мере, кажется, что всё нормально. Вот я сейчас смотрю на телефоне, то здесь вроде более-менее всё нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok